Приветствую вас, вам уже в принципе дали некоторые направления относительно того, что нужно делать, куда идти, в том, чтобы понять причину, например, проблем в ваших отношениях. С мужчинами и я думаю, что ситуация здесь такова, что именно к этому добавить что-то еще вряд ли представляется возможным, потому что ситуация действительно такая, что вам все сказали верно. По поводу того, как вести себя в 40, я бы хотел сказать следующее. В 40 никогда не рекомендуется отвечать человеку. То есть никогда не рекомендуется играть на эмоциях самого человека. Никогда не рекомендуется вступать с ним в определенный диалог. Когда особенно эта ссора имеет место быть. Почему? Потому что ситуация такова, что отвечая человеку на ссоры, отвечая человеку на его, по сути, деструктивное поведение, вы никогда ничего не добьетесь во взаимодействии. И уж точно, уж точно, ваш муж не будет уважать вас больше. Если вы с ним ссоритесь, уважать больше вас мужчина не будет. К сожалению, это так. Ведь чтобы вас уважали, нужно, чтобы вас ценили. А чтобы вас ценили, нужно, ну, обладать, соответственно, некой ценностью. И до тех пор, пока вы этой ценности не обладаете, нельзя говорить о том, что мужчина будет вас уважать. Понимаю, вероятно, вам неприятно будет это слышать. Понимаю. Но и вы постараетесь понять, что вашу проблему реакционным поведением, то есть, по сути, поведением, направленным на ответ вашему мужу, не решить. Абсолютно никаким образом, потому что вы только и будете делать, что генерировать негатив. К сожалению, это правда. Правда. Давайте подумаем. С какого момента начались ваши ссоры? С какого момента начались у вас конфликты? На почве чего они у вас начались? Что послужило тончком? Что послужило катализатором ваших ссор? И какова основная проблема у вас? Какая она? Можете ли вы ее выделить, эту проблему? Или нет? Это очень важный момент. Ссоры, скорее всего, являются следствием. Следствием некого конфликта, который произошел у вас. Именно у вас. И теперь, отголоски его, вы можете наблюдать, собственно говоря, в этих ссорах. И чтобы ситуацию поменять, чтобы ситуацию изменить, вам необходимо, и я повторю, понять, в чем же этот конфликт заключается конкретно, по возможности конкретно. Из чего этот конфликт состоит? Какова его природа? Если сможете понять это, сможете и понять, как решить ваши проблемы. Далее. Далее. За что люди уважают друг друга? За то, что они ценят себя. Скажите, вот скажите, вы себя цените? Цените ли вы себя настолько, чтобы быть достойной уважения вашего мужа? Конечно, вы скажете, да, и я с вами согласуюсь. Но правда заключается в том, что для своего мужа вы не представляете ценности. Для своего мужа вы не ценны. Возникает вопрос. Почему? Ведь объективно, если вы себя цените, ему нужно вас уважать, а он не уважает. Либо проблема в нем. И тогда вам ничего не остается, кроме как дать ему понять, что вы не собираетесь терпеть подобного отношения и поведения к себе и будете что-то с этим делать. Например, отдаляться от него столько, сколько нужно, либо не поймете, что с вами так и так нельзя, либо вы полностью не расстанетесь окончательно. Либо, если проблема в том, что он не ценит вас именно в вас, то вам нужно самой, самостоятельно что-то делать. С чем? Уже непосредственно с вашей самооценкой, с вашим самолюбием, с вашей гордостью, с вашим ощущением ценности себя. За вас, к сожалению, этого не сделает никто. И пока вы сами для себя будете позволять то, что с вами происходит сейчас, и мужчина будет точно так же позволять это делать себе. Потому что позволяете и вы. Все достаточно просто, надо сказать. Именно здесь. Далее. Вот вы пишите такую вещь, что вы устаете с детьми и на работе. И получается вам тяжело. Вам трудно, вы терпите какие-то негативные вещи для себя, если я правильно понял. Возникает вопрос. А ради чего? Ради чего вы терпите это все? Ради чего вы терпите усталость постоянную? Ради чего вы терпите нагрузки физические, если я правильно вас понял и прочее? Ну, надо же больше думать о себе. А пока вы этого не делаете, вы, наверное, рассчитываете, что мужчина будет думать о вас. Ну, как видите, не очень это хорошо получается, к сожалению. Вот и в итоге в сухом остатке получается так, что необходимо наметить пути развития ваших личных интересов. Потому что это очень важно. Необходимо нам не заметить пути взаимодействия вас с окружающим миром в контексте достижения того, чего хотите вы сами для себя. И избавление от отношений с мужчиной таких, которые бы вам не нравились. Деструктивных, то есть. То, что вы делаете сейчас, вы несете за это, к сожалению, не меньше ответственности, чем ваш муж. Далее. По поводу ревности. Вообще, с ней разговор совершенно отдельный. Почему вы ревнуете? На чем основана ваша ревность? Откуда она берет свое начало? Непонятно. Вы об этом не пишите. Но нужно понимать, что ревность ни к чему хорошему вас не приведет. Нужно понимать, что ревность дает вам лишь негатив и еще больше обесценивает вас за мужчин. Потому что он видит, например, как вы ревнуете. Он видит, например, как вы, ну, допустим, хотите быть с ним, как вы им дорожите. И откуда же здесь, простите, взяться ценности и уважению к вам? Если вы внущаете ему всеми силами, правда неосознанно, я полагаю, вы внущаете ему, что вы его и что вы никуда не денетесь. Соответственно, давайте попробуем с вами подумать. А почему же вы настолько в себе не уверены? Откуда взялась вот эта неуверенность в себе? И постараемся ее убрать. Как? Спросите вы. Через осознание ваших же недостатков. Через либо купирование их, либо наоборот, принятие. Пожалуй, нету других вариантов и способов, кроме только лишь этого. И если вы готовы, то это работа, это анализ вашей жизни, вашей личности и так далее для того, чтобы вам помочь. Если у вас есть желание, вы можете выбрать эксперта и поработать с ним приватно для достижения этих результатов. Если же вы надеетесь справиться сами, то боюсь, тогда вам будет достаточно тяжело и трудно, потому что в одиночку это делать куда сложнее. Ну вот, в принципе, и все. Рекомендую подумать вам еще также и о детях, которые страдают из-за того, что вы с мужем постоянно ссоритесь. И рекомендую понять, что ваш муж не изменится и не изменит свое поведение до тех пор, пока вы не дадите ему стимул для этого. А чтобы у человека был стимул что-то менять в своей жизни, что, кстати, нелегко, совсем нелегко, необходимо дать ему понять, что он может потерять что-то важное. потерять что-то важное в вашем лице, в вашей фигуре. Если вы сможете такую ситуацию устроить, если вы сможете поставить вашего мужа в данное положение, в данную позицию, полагаю, результат, и заставить себя ждать. Либо вы поймете, что ваш муж, к сожалению, вами не дорожит, и бороться за отношения с ним не стоит в таком случае. Либо вы сможете сохранить свои отношения и вывести их на новый уровень. К сожалению, это работа. И вот так вот сразу у вас не получится эту работу выполнить. Пожалуй, на этом можно завершить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ прояснил немного ситуацию. Я специально не повторяю тех аспектов, которые связаны непосредственно с вашей, например, позицией, которая была, ну, обрисована моим коллегой. То есть, позиция какого плана? Что у вас разрушился первый брак, и взятый разрушается второй. И что это, вообще говоря, тревожный звоночек по отношению к вам. И это тоже нужно анализировать. Вашу модель поведения с мужчинами, вашу модель поведения вообще. Откуда она взялась такая модель поведения? Почему она, именно она у вас появилась? И так далее. С этим нужно разбираться. И я полагаю, что вот так просто, я полагаю, что вот так быстро, за один ответ на ваш вопрос, с этим не разобраться, к сожалению. Потому что да, может быть так, что причина в вашем муже, но может быть и так, что причина в том, что вы сами строите свое поведение на негативных, деструктивных началах. Тогда это нужно будет регулировать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!